Уважаемые коллеги! Ассоциация врачей первичного звена Сирано вновь приветствует вас на сайте. Сегодня врачу реализовывать профессиональную потребность учиться стало намного проще, ведь все образовательные возможности, включая конференции, лекции, презентации, статьи, теперь есть прямо у вас дома на компьютере или смартфоне. Цикл вебинаров для врачей первичного звена Ассоциации Сирано это уникальная возможность для врача продолжать свое обучение в рамках проекта непрерывного медицинского образования, не выходя из дома. В 2021 году цикл вебинаров представлен 11 направлениями. Вебинары проходят в то же время каждой субботу и воскресенье. В 15.00 начинается курс нутрициология, поддерживаемый компанией Nestle. В 15.30 курс врач и инфекция лицом к опасности. Научный руководитель, профессор кафедры инфекционных болезней Татьяна Александровна Чеботарева. В 16.00 курс дентальная имплантация. Его ведут доценты Пензенского медицинского университета Александр и Дмитрий Стаматовы. В 16.30 авторский курс мини-лекции по кардиологии «Кардиологика» читает председатель Ассоциации Сирано Власова Надежда Леонидовна. В 17.00 начинается курс «Актуальные вопросы от ориноларингологии». Курс ведут профессора Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. В прошлом полугодии мы провели 9 тематических циклов по 32 вебинара в каждом. Каждые выходные к нам присоединялось более 4 тысяч врачей различных специальностей, которые за свою активность получили более 80 тысяч кодов НМО. В 17.30 начинается курс «Актуальные вопросы неонатологии», научным руководителем которого является заведующий кафедрой неонатологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Андрей Леонидович Заплатник. В 18.00 курс «Нефрологии». Научный руководитель курса – профессор Станислав Викторович Мальцев. В 18.30 курс «Неврология для педиатров». Научный руководитель – профессор Валерий Петрович Зыков. Дорогие доктора, мы благодарим вас за интерес к образовательным мероприятиям, которые разрабатываются специально для вас. В 19.00 курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии», научными руководителями которого являются профессора Александр Сергеевич Аметов и Ольга Дмитриевна Остроумова. В 19.30 курс «Избранные вопросы хирургии и урологии». Научный руководитель направления – профессор Юрий Юрьевич Соколов. В 20.00 начинается курс по педиатрии «Диалоги с профессором», который ведет профессор, заведующая кафедрой педиатрии Ирина Николаевна Захарова. Дорогие доктора, Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в профессии вместе с нами. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edodifis-sirano.ru До встречи! Глубоко уважаемые коллеги, в государственной системе подготовки медицинских кадров основное место занимает качество ее, потому что от того, как подготовлен врач, будет зависеть качество оказания медицинской помощи и безопасность медицинской помощи. Это обеспечит здоровье нашего населения, и если говорить так уже глобально, то в определенной мере обеспечивает и безопасность нашей страны. Традиционным партнером Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования в области организации образовательных мероприятий в системе НМО является Ассоциация врачей первичного звена «Сирано». И мы выражаем глубокую благодарность этой организации за поддержку. Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, понимая, что все новое всегда вызывает опасения, трудности, заранее подготовила целую серию таких мероприятий, которые позволят более легко, комфортно практикующим врачам войти в новую систему профессионального допуска. Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. Если вы хотите совершенствоваться в профессии, если вам интересно и если ваш нос любознателен, то эта программа для вас. Добрый субботний день, дорогие коллеги! Добрый субботний день, очередная суббота и очередной разговор о детской нутрициологии. Мы с вами в одной из предыдущих лекций разбирались с терминологией про-пре-постбиотиков. Но вот сегодня я подумал, давайте попробуем сами придумать термин. Назовем его олигобиотики. И опять поговорим о том, каким образом на сегодняшний день выглядят компоненты грудного молока, которые играют роль в становлении кишечной микробиоты иммунного ответа у ребенка. Я понимаю, что тема уже звучала, но я постарался здесь дать другую информацию, немножечко с другой стороны к ней подойти, потому что вообще тема неизбывная, тема иммунитета. Итак, олигобиотики. Ну, для начала давайте снова с вами вернемся в эволюцию грудного вскармливания. И вспомним о том, что грудное молоко – это оркестр нутриентов. 88% вода в грудном молоке, а вот в 12% оставшихся есть все нутриенты и все защитные факторы, каждый из которых играет свою отдельную роль, но в общем и целом они и создают вот тот оркестр преимуществ, который с самых первых дней месяцев жизни ребенка помогает ему формировать здоровье. Есть компоненты, которые имеют достаточно ограниченные с точки зрения современной науки эффекты в отношении здоровья ребенка. Есть и из них, которые закрывают большинство областей, которые мы относим, например, к иммунологии состава кишечных микробиоток. К ним относятся, например, олигосхориды грудного молока. Они защищают ребенка, и иммунологически они активны, и кишечные микробы они подращивают, те, которые нам нужны. И есть в них еще и функции, которые связаны с улучшением когнитивного развития ребенка. Поэтому они для нас очень интересны. Есть компоненты грудного молока, мнение по отношению эффектов которых немножечко у нас изменилось. Например, лактоза. Если раньше ее называли главным прибиотиком грудного молока, то сегодня, конечно, мы понимаем, что главным прибиотиком является олигосхорида. Лактоза астматически активна, она источник энергии, и она обладает еще несколькими очень интересными функциями, которые формировались, по-видимому, в процессе эволюции. Но об этом мы поговорим в другой раз. Но вот грудное молоко уникально именно этим. Именно тем, что в нем есть целый комплекс разных нутриентов, многих из которых, может быть, мы еще и не знаем, даже потому что открытия продолжаются до сих пор. Но и поэтому, когда речь заходит о выборе детской молочной смеси, нужно тоже смотреть на комплексный подход к ее, так называемой, адаптации, либо включению ее в состав компонентов, которые могут помочь ребенку расти и развиваться здоровым. Олигосхориды грудного молока не перестают удивляться тому, как они появились и какие функции они выполняют. Вообще, одна из работ, которую мне удалось недавно прочитать, говорит о том, что, по-видимому, на заре эволюции млекопитающих и предков млекопитающих, до того, как млекопитающие появились миллионы лет назад, первыми-то в грудном молоке появились олигосхориды. А только потом лактоза стала там преобладать, потому что вопрос защиты стоял очень и очень острого в те времена. Вообще, олигосхориды грудного молока интересны тем, что у разных животных их набор совершенно разный. Все ведь вроде млекопитающие, но, например, у мышей их только два, и оба сиализированные. Очень небогатый набор олигосхоридов в грудном молоке у совершенно удивительных животных из Австралии, и хидна, и утконоса, которые вроде бы как яйцкладущие, а вроде бы как млекопитающие. У них они тоже есть, но их мало. А вот самый богатый состав олигосхоридов грудного молока в грудном молоке – человека, женщин. А вот по разнообразию, кстати говоря, на втором месте шимпанзе. Это приматы, которые обладают самым высоким уровнем интеллектуального развития, в связи с чем предполагается, что, по-видимому, олигосхориды грудного молока могут влиять и на когнитивное развитие благодаря модуляции кишечного микробиота в благоприятном направлении. Есть у нас статья на этот счет, обзорная. Она размещена на нашем сайте. Олигосхориды грудного молока чем удивительны? Вот они вроде бы синтезируются в молочной железе, ферментов надо много, исходных компонентов надо много. 10% энергии мама тратит на синтез олигосхоридов грудного молока и все энергии, которые расходуются на синтез грудного молока в целом. При этом в организме ребенка нет ни одного фермента, который мог бы расщеплять и усваивать олигосхоридов грудного молока в качестве источника энергии, какого-то пластического материала. Зато такие ферменты есть у кишечных микробов, и то не у всех, а только у тех, которые ребенку нужны и важны. Так эволюция создала ольгосахариды грудного молока, поэтому бифитобактерии на них растут здорово и хорошо, а условно-патогенные-патогенные бактерии ольгосахариды грудного молока утилизировать не могут. Удивительное соединение еще и тем, что их находят в системном кровотоке у детей, их находят у детей в моче, неизмененные, большие молекулы, которые каким-то образом проходят кишечный барьер. Еще более интересной находкой является то, что ольгосахариды грудного молока в моче беременных женщин обнаружат уже в первом триместре беременности, когда еще никакой лактации нет, когда еще и морфологические молочные железы не изменяются, что происходит там ближе к окончанию беременности. Они есть в амниотической жидкости. То есть это соединение, удивительное по своему строению и по функциям, которые они выполняют, многие из которых нам, наверное, только предстоит еще узнать и услышать. Из того, что описано на сегодняшний день в литературе, это иммуномодуляция, безусловно, мы идем с вами слева направо. Развитие мозга – это и не только сиализированные ольгосахариды, как источники сиаловой кислоты, это и ольгосахариды в части модуляции кишечной микробиоты и оси кишечной микробиоты мозг. Противовоспалительный эффект – это часть иммунологических эффектов ольгосахаридов грудного молока. Тот самый настоящий пребиотический эффект, когда ольгосахариды грудного молока стимулируют именно ограниченное количество штаммов. Это не просто пребиотики, а это, как называют в научной литературе, первый, главный, истинный пребиотик в жизни ребенка. Защита от микробов и вирусов, антимикробный эффект, рецепторное взаимодействие – мы с вами об этом уже говорили. И очень важно помнить о том, что ольгосахариды грудного молока нужны и для созревания морфологии функций желудочно-кишечного тракта. В частности, это относится к улучшению состоятельности эпителиального барьера желудочно-кишечного тракта. Ольгосахариды грудного молока могут взаимодействовать с рецепторами на поверхности эпителиоцитов, что приводит к целому каскаду реакции, благодаря которому в итоге улучшается состоятельность эпителиального барьера и тесных соединений между эпителиоцитами. И, как показывают работы, это приводит и к созреванию эпителиоцитов, в частности, к улучшению их функций в синтезе ферментов, необходимых для утилизации сложных сахаров. Два вказиллактоза очень интересны в этом отношении, поскольку, во-первых, это один из самых распространенных ольгосахаридов грудного молока, а во-вторых, благодаря тем работам, которые мы с вами хорошо знаем, справа я показал вам их, чем больше ольгосахаридов грудного молока содержится в грудном молоке у мамы, тем реже у детей, которые вскармливаются грудным молоком этих женщин, вообще инфекционных диареи, средне-тяжелых и тяжелых, и компилобактерных диареи в частности. Вот это подтверждает противомикробный эффект грудного молока в отношении, например, возбудителей острых кишечных инфекций у детей раннего возраста. Кишечные микробиоты. Мы с вами говорили о том, что только бифидолактобактерии, ну, во всяком случае, те представители кишечных микробиотов, которые физиологичны для детей первых месяцев жизни, могут утилизировать ольгосахариды грудного молока, а условно-патогенно патогенные бактерии делать этого не могут. Но вот посмотрите на этот график, эта табличка, слева вот эта сложная аббревиатура, синяя, справа она расшифрована. Это энтробактер клацы, это кронобактер, цитробактер, клепсиела, шигела, шерихиоколи, патогенные, энтеротоксигенные штаммы. И справа красными птичками обозначена способность вот этих условно-патогенных бактерий астины определенных субстратов, а зеленые крестики говорят о том, что эти субстраты бактерии эти усваивать не могут. Крайне правые три столбика с зелеными крестиками – это 2-фуказиллактоза, лактенна аутотравоза и 6-фуказиллактоза. Настоящий олигосахарид грудного молока. Ни один из этих штаммов расти на этих субстратах не может. Нет у этих бактерий ферментов, с помощью которых они могли бы использовать олигосахарид грудного молока в качестве субстрата для питания. А вот здесь вот глюкоза, фрукты олигосахариды и 2 вида галактолигосахаридов. Мы с вами видим, что достаточно много бактерий могут расти на определенных разновидностях ГОС и даже на фрукты олигосахаридах некоторые из них расти могут. Вот это к вопросу о селективности ГОСФОС в отношении роста только бифидобактерий. К сожалению, научные данные эту селективность не подтверждают. Могут расти и другие бактерии тоже. Олигосахариды грудного молока и их влияние на состав кишечных микробиотов. Мы в одной из предыдущих лекций об этом говорили, но очень интересно посмотреть на работы, которые проводились с популяцией детей, наиболее уязвимой в части формирования состава кишечных микробиотов с рождения. Это дети, которые рождены путем кесарево сечения. Огромное количество работ подтверждают, что у этих детей начальный этап становления кишечных микробиотов нарушается. И связано это прежде всего со способом родоразрешения, когда вместо микробиота половых путей мамы и родовых путей мамы ребенок встречается с микробиотой персонала операционного поля, операционной вообще. И безусловно, у этих детей нарушение состава кишечных микробиотов А существует, и Б, они приводят к увеличению риска развития у них в дальнейшем очень многих серьезных заболеваний, таких, например, как аллергическая патология, сахарный диабет первого типа и другие заболевания, которые обоследованы иммунологически. А способ родоразрешения играет очень большую роль для ребенка. Безусловно, это так. Мы с вами смотрим на четыре правых столбика. Значит, это очень интересная работа. Мы с вами говорим о том, что у ребенка, преобладающий видом бактерий в кишечнике, должны быть бифидобактерии. В данном случае они здесь обозначены красным сегментом. С точки зрения мамы и наличия олигосхаридов в грудном молоке, есть категория мам, у которых два фокозилоктоза в грудном молоке нет. Эти мамы называются несекреторными. У них не работает ген, который кодирует фермент 2-фокозилотрансферазу, который и синтезирует 2-фокозилоктоза в грудном молоке. Таких мам не очень много. В общей популяции их примерно 15-20%, но они есть. Нет у них 2-фокозилоктоза в грудном молоке. Все остальные мамы называются секреторными. На данном графике мы с вами видим. Левые два столбика – это дети, рожденные путем кесарево сечения. Посмотрите, первый левый столбик – дети, рожденные кесарево сечения, в грудном молоке мам, 2-фокозилоктозы нет. Самый низкий красный столбик, который говорит о том, что у этих детей бифидобактерий в кишечнике очень мало. Второй слева столбик – это тоже дети, рожденные путем кесарево сечения, но в грудном молоке их мам 2-фокозилоктоза была. И посмотрите, как серьезно она влияет, 2-фокозилоктоза, на содержание бифидобактерий в кишечнике этих детей, несмотря на то, что они тоже рождены путем кесарево сечения. А крайние правые два столбика – это дети, рождённые вагинальным путём. И здесь, вне зависимости от того, была А2 вказиллактоза в грудном молоке мамы, либо её не было, это приводит к тому, что в кишечнике у них очень много бифидобактерий, поэтому способ родоразрешения играет очень важную роль, а олигосахариды грудного молока чрезвычайно важны, особенно для детей, рождённых путём кесарево-сечения. Мне не хотелось бы, чтобы у вас осталось впечатление о том, что для детей, рождённых вагинально или естественным родом путём олигосахариды грудного молока не важны. Это лишь один из аспектов из функций, и это лишь один момент в жизни ребёнка. Важно, чтобы этот эффект сохранялся и продолжался, а олигосахариды грудного молока, как мы с вами знаем, выполняют ещё целый ряд интереснейших и важных для ребёнка функций. Вот тоже дети, рождённые путём кесарево-сечения, и попытка подрастить бифидобактерии в кишечнике у них, начиная с 3-5 дня жизни, с помощью разных диетологических вмешательств. Здесь мы с вами видим динамику содержания бифидобактерий в составе кишечной микробиоты с 3 дня жизни до 22 недели жизни. Если мы с вами смотрим на синий и оранжевый графики, то синий – это детская молочная смесь с комбинацией ГОСФОЗ, а оранжевый – это стандартная детская молочная смесь. Мы с вами видим, что изначально у этих детей, ну, естественно, родились кесарево-сечения бифидобактерии мало, но подрастить их не получается буквально до 16-22 недели жизни, несмотря на то, что комбинация ГОСФОЗ-смеси есть. Самое интересное для нас референтное значение – это черный график, это дети, которые рождены путем естественного, вагинального. Мы видим, изначально у них уже бифидобактерий много, и эти уровни сохраняются высокими на всем периоде наблюдения. А зеленый график – это смесь с синбиотиками. Помимо ГОСФОЗ туда добавили и пробиотик. Видите, как быстро получается увеличить содержание бифидобактерий сразу, и дальше это количество поддерживать на приемлемом уровне, который сравним с тем, что есть у детей, которые рождены естественным родовым путем. Мы с вами говорили уже об этом. Пробиотики, которые содержатся в детских молочных смесях, они сразу вокруг себя создают среду благоприятную для того, чтобы росли собственные бифидобактерии. И поэтому, конечно, это чрезвычайно важно, особенно для детей, которые рождены на кесаревом сечении. Иммунологий Ольга Сахаридов грудного молока. Тоже мы с вами уже об этом говорили. Потрясающие картинки можно найти в интернете сейчас на эту тему. Но как подумаешь, что это действительно в реальности так примерно и происходит, то, конечно, диву, даешься, каким образом все-таки сложно все устроено и в грудном молоке, и каким образом этот продукт вообще эволюционно создавался для того, чтобы помочь ребенку расти и развиваться. Рецепторы, я говорил уже, что их очень много. Если слева вверху мы с вами посмотрим, это сиглеки, которые находятся на поверхности иммунокомпетентных эпителиальных клеток. Их 11 разновидностей. И Ольга Сахариды грудного молока благодаря своему строению комплементарны к разным из этих сиглеков. Разные Ольга Сахариды с разными связываются. Мы видим справа каскад реакции вверху, которые могут это вызывать. В общем-то, Ольга Сахариды грудного молока помогают обеспечивать сбалансированный иммунный ответ. Ну а два вказе лактоза – это Ольга Сахариды, которые обладают противовоспалительным эффектом. Внизу на большой картинке мы с вами видим другие рецепторы. Они находятся на эндотелии сосудов. И когда Ольга Сахариды грудного молока связываются с ними, эти рецепторы помогают контролировать уровень воспаления. Потому что, когда эти рецепторы свободны, их очень много, то нейтрофилы, которые к ним прикрепляются, приобретают способность к экстравазации выходить во внесосудистое русло. Если процесс не контролируется, воспаление может стать избыточным. Ольга Сахариды грудного молока и здесь помогают контролировать иммунологические процессы. Удивительные эффекты, которые обеспечат, благодаря тому, что Ольга Сахариды грудного молока у детей находят и в системном кровотоке. Я уже говорил о том, что Ольга Сахариды грудного молока обеспечивают сбалансированный иммунный ответ. И это усиление противовоспалительного звена, который связан с формированием толерантности. Мы с вами видим это слева. Вверху, простите, увеличение концентрации интерлекина-10 в культуре иммунокомпетентных клеток. Это противовоспалительный цитокин. А внизу мы с вами видим, как Ольга Сахариды грудного молока нивелируют действие липполисахариды грамма отрицательных бактерий на иммунокомпетентных клетках, снижая концентрацию фактора некроза опхоли альфа, одного из основных провоспалительных цитокинов. Таким образом формируется, в том числе за счет Ольга Сахаридов грудного молока, адекватный сбалансированный иммунный ответ, который очень важен для ребенка в части формирования иммунологической толерантности. Вот этот термин биотик, он же теперь вот син, сим, про, при, про, пост. Есть пробиотики. Известная история, 65-го года известное определение, живые микроорганизмы, которые при назначении определенного количества оказывают благоприятные эффекты на здоровье ребенка или человека. Можно заменить одну букву, получается, пребиотики. То, что раньше относили к компонентам, которые селективно стимулируют рост и развитие одного или нескольких штаммов, сегодня мы понимаем, что на пребиотиках, во всяком случае на тех из них, которые классифицируются сегодня как пребиотики, ГОС, ФОС, Анулин, могут расти совершенно разные бактерии. Ну и вот фантазийный термин олигобиотики. На мой взгляд, он достаточно хорошо комбинирует олигосахариды и те эффекты, которые они осуществляют, во всяком случае, в части их позитивного влияния на состав кишечной микробиоты. И он помогает вот как-то проще, наверное, оперировать терминологией, которая находится на стыке химии, органической химии, гликобиологии и биологии, олигосахариды, к которым можно относить очень много чего. А олигобиотик, на мой взгляд, хороший, интересный термин. И к ним можно относить олигосахариды грудного молока, которые отличны от ГОС, не только по своему строению, но и по тому набору функций, благодаря которому они осуществляют такой большой спектр таких важных эффектов отношений формирования здоровья ребенка. Ну и еще раз напомню вам о нашей инновации, о том, что появилось теперь, мы заслуженно можем занять место в вашем арсенале для детей, которые по объективным причинам грудного молока не понимают, не получают. Вот она, 2-фуказиллактоза, которая в сочетании с пробиотиками BL и белком оптипро делает эту смесь поистине уникальной в тех ситуациях, когда грудного молока нет, а стоит вопрос о том, как обеспечить ребенку оптимальные темпы роста и развития и формирование иммунного ответа, будь то с точки зрения мамы, либо с точки зрения доктора и того анамнеза, который есть в семье. Напоминаю вам, что 2-фуказиллактоза в данном случае является компонентом, усиливающим действие. 3-белка оптипро, об этом мы еще поговорим, и пробиотиков BL, которые сами по себе важны, как мы уже видели, для формирования состава кишечного микробиота. Ну а 2-фуказиллактоза, как настоящий истинный пребиотик или олигобиотик, помогает этому эффекту реализовываться еще лучше и эффективнее. В заключении, грудное молоко уникально, и о нем можно говорить бесконечно. Появляются все новые и новые данные о том, что грудное молоко – это далеко не питание, и одна эволюция грудного вскармлива говорит о том, что это не питание, это, скорее всего, иммунология, но это также и когнитивное развитие, это регуляция сна, это регуляция аппетита, это гормональная регуляция ребенка, это огромное количество эффектов, которые позволяют ребенку расти здоровым. Все, что нужно для этого делать, это объяснять маме все преимущества грудного вскармлива, для того, чтобы она поняла, что это не питание, а это здоровый ее ребенок в будущем. Большинство защитных компонентов грудного молока недоступны в других продуктах. Мы не можем ввести в детские молочные смеси живые иммунокомпетентные клетки, мы не можем пока ввести иммуноглобулины в том виде, в котором они едут в грудном молоке. История с лактоферином подтверждает, что это очень непросто сделать. Сколько лет уж бьются с тем, чтобы лактоферин появился в детских молочных смесях, но вот пока не получается сделать это такой распространенной технологией, потому что это сложно, дорого, и эффекты не получается подтвердить, те, которые очень хотелось бы. Но есть свет в конце тоннеля, и, например, те олигосахариды грудного молока, например, 2-фказиллактоза, которую удалось синтезировать ровно в том виде, в котором она содержится в грудном молоке, и ввести в состав детских молочных смесей, это очень серьезный шаг вперед в части адаптации состава детских молочных смесей. Но, опять же, все должно работать в комплексе. И смесь нано-пти-про, она позволяет, конечно, дать ребенку комплекс преимуществ. Это и белок, это и олигосахарид, это и пробиотик, но и весь состав, который является на сегодняшний день сбалансированным, правильным, хорошим для тех детей, которые вынуждены получать детскую молочную смесь. Не забывайте, пожалуйста, о нашем сайте. Ежемесячно мы размещаем там новые материалы. Там много-много новостей. И вся детская нутрициология современная сосредоточена там. Мы выбираем для вас самое лучшее, размещаем там, и вы совершенно бесплатно можете этим ресурсом пользоваться. Спасибо вам за внимание и до следующей субботы.